Скажите, пожалуйста, довольны, как началась в регионе реализация нацпроекта? В этом году, с учетом опыта прошлого года, конечно, мы повысили и дисциплину исполнительскую, учли ошибки прошлых лет. Наверное, стоит обратить внимание, это проблема, наверное, не только Тверского региона, а подготовка проектно-смертной документации и процедуры по, так сказать, началу реализации национальных проектов, которые связаны с реализацией 4-го закона. После внесения изменений, сейчас как раз уже возможность есть упростить эти процедуры, мы надеемся, что в текущем году результат будет более высокий, и те объекты, которые мы планировали по введению детских садов и школы, по введению в эксплуатацию, я надеюсь, в этом году мы действительно все это реализуем, и результаты будут гораздо выше, чем на предыдущих периодах реализации национального проекта. Игорь Михайлович, сегодня был порядок принят предоставлению субсидий ветеранским организациям. Какие проекты будут поддержаны и как это входит в работу по подготовке к 9 мая? Вы знаете, исходя из многочисленных пожеланий наших ветеранов и организаций, в которые они входят, они попросили их отдельно рассматривать, чтобы не была возможность участвовать в конкурсах по предоставлению грантов, но индивидуально, как самостоятельное направление работы. Поэтому сегодня мы приняли такое решение, что ветеранские организации, в которые входят участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, будут отдельно рассматриваться по упрощенной процедуре, а также будут сокращены сроки предоставления грантов. Поэтому проекты, которые они предлагают, это проекты, связанные с встречей с молодежью, это вековечение памяти героев, это развитие патриотического движения. И что, наверное, важно, надо дать должное, ни одной просьбы не было про себя у ветеранов. Это все просьбы были направлены только на развитие общественных отношений, на встречи с молодежью, на издание книг, воспоминаний наших известных, уважаемых людей. Мы это все будем обязательно поддерживать. Я считаю, что то, что сегодня у нас происходит на территории, насколько молодежь стала больше интересоваться жизнью военного периода времени нашей страны, жизнью после войны, как восстанавливалось народное хозяйство, как трудились ветераны, как люди приходили с фронта, как они адаптировались. Вы знаете, это вызывает уважение к нашей молодежи, потому что это новый тренд, когда молодежь уже на раннем этапе стала интересоваться вот такими высокими, в нашем понимании, высокими вопросами, которые касаются судьбы нашей страны и истории нашей страны. Причем этот интерес, он не поддельный. Очень много ребятишек сейчас симпатизируют юной армии, участвуют в поисковых движениях. И это говорит о том, что в нашей стране работа по военно-патриотическому воспитанию находится на очень хорошем, высоком уровне. Игорь Михайлович, это важнейший. У нас проект регионального региона будет про демографию. Есть несколько региональных инициатив. Например, то, что дети из многодетных семей будут обеспечены школьной формой первой и пятой класса, даже на слайдах было видно. Готовы вы в этом году уже реализовать эту инициативу? Готовы. И работа проводится с производителями, в том числе на территории Тверской области. Финансовое обеспечение имеется. Мы хотели бы, чтобы дальше этот проект развивался. И по итогам реализации вот этого этапа мы, я думаю, будем рассматривать вопрос о продолжении вот этого проекта по школьной форме уже и для старших классов, тех ребятишек, которые изъявят желание. Игорь Михайлович, что касается завтрака, горячего питания для школьников начальных классов, наш регион один из первых стран, наверное, реализовал этот проект. Насколько важно это? И будет ли окажена дальше финансовая поддержка? Абсолютно важно. По поручению президента сумма и цифра была увеличена. У нас это были скромные возможности региона. А теперь, благодаря решению президента и решению Государственной Думы, у нас в разы, практически в два раза повышается уровень обеспеченности. И, соответственно, это скажется положительно и на объеме, на рационе питания ребятишек. Ну и, конечно, я думаю, мы все, как родители, встретили это с большим воодушевлением. И, я думаю, это, наверное, для детей тоже очень важный аспект, когда государство не просто о них заботится, а на уровне президента, на уровне Государственной Думы принимаются такие решения. Поэтому, я думаю, что с возрастом дети это все правильно будут воспринимать.